Вот тему мотивации как раз-то хотела предложить продолжить следующему спикеру, Екатерине Ивашкевичу, которая пару слов как раз-то скажет про то, что происходит сейчас с рынком мерчендайзинга и зарплатами персонала, вообще что происходит с этими сотрудниками и почему их так надо удерживать. Слово-то тебе, Катя. Да, я такую небольшую вишенку на торт положу. Не в финале, но тем не менее. На самом деле, если задуматься, кто вообще обеспечивает весь этот бесперебойный процесс доставки товара покупателю. То есть, собственно, те люди, которые выставляют тот самый товар на полку. То есть, я говорю сейчас там, а здесь, наверное, даже немножко расширить хотелось бы тему и сказать не только про оффлайн традиционную розничную торговлю, но еще упомянуть и онлайн формат. Поэтому, вот, хотелось бы упомянуть там и мерчей, и торгпредов, и промоутеров, и курьеров, и комплектовщиков, и так далее. И, собственно, вот, ну, как бы для того, чтобы вот эта вся экосистема работала, да, эти люди должны выйти на работу. Их где-то нужно найти, их нужно нанять, соответственно, нужно понимать, сколько им платить. Интерес сейчас к этим профайлам очень высокий, причем он наблюдается с двух сторон. То есть, и со стороны работодателей, вот если посмотреть, эта статистика, на самом деле, не за месяц, а буквально там за пару дней. То есть, это самые востребованные профайлы. И то же самое со стороны соискателей. То есть, это самые популярные профессии, которые ищут люди не только на подработку, но, в принципе, и на постоянный заработок. Ну, и, соответственно, для того, чтобы понимать, сколько вообще этим людям надо платить, да, нужно быть, вот, ну, скажем так, в рынке, да, вот этих зарплат. То есть, понимать вот эту картинку на рынке труда, вот того самого линейного, как его называют, или полевого персонала. Можно следующий, да, слайд? Вот, соответственно, надо здесь иметь вот эту вот целостную картинку и одновременно разбираться в деталях. То есть, надо понимать, сколько платят конкуренты, какая динамика, там, зарплаты по месяцам, по кварталам и даже за более долгий период, за год. Понимать, сколько платят в каком-то конкретном регионе или в каком-то конкретном городе. Зависимость, например, там, зарплаты от каких-то соц.дем.факторов или даже, там, политических каких-то изменений, там, социальных и так далее. Вот, понимать зависимость этой зарплаты, например, от каких-то других параметров. То есть, от того, работает ли человек на каком-то транспортном средстве или это, там, пеший курьер, да, и так далее. Обладая всеми этими данными, можно решить очень много вопросов и проблем. Можно снизить ротацию, можно быстрее закрывать вакансии или закрывать вакансии, которые в принципе не закрываются долго. Можно избежать большого количества вопросов со стороны финансового или какого-то другого контролирующего отдела вашей компании, который задает вопрос, а почему мерч или курьер должен стоить именно этих денег в этом конкретном городе. И вот такая статистика с какими-то конкретными данными по конкретным вакансиям позволит доказать, почему человек должен получать именно такую зарплату. Потому что если она будет другой, то ротация повышается, какие-то вакансии вообще не закрываются, возникают проблемы, контрагенты недовольны, ритейлер недоволен и так далее. Вот, здесь приведены просто примеры, да, вот тех данных, которые мы делаем с третьего, здесь годовая динамика с третьего квартала 21 по третьей 22, только по мерчам и курьерам по Москве. Вот, кстати, завтра мы финализируем четвертый квартал 22 года, поэтому, коллеги, если кому-то интересно, подходите, оставляйте контакты, мы вам вышли все это дело посмотреть. Я правильно понимаю, что курьеры получают, грубо говоря, на 20% больше, чем мерчендайзеры? По сути, конкуренция идет между этими двумя профайлами, профайлы схожи, и люди перемещаются из одного вида деятельности в другой. Да, это вот как раз тренд, да, но он, в принципе, не такой, он был очень сильным, конечно, в 20-м году, да, вот в период пандемии, сейчас он немножко снизился, но, тем не менее, все равно вот эта ротация есть из оффлайн традиционной розницы, ну, грубо говоря, в логистику, то есть из мерчей в курьеры, да, это есть. А как-то за последний год поменялись требования к мерчендайзерам с точки зрения профайла или наполненности, что вы наблюдаете? Я бы сказала, наверное, здесь два основных таких момента на поверхности, как это ни странно, да, несмотря на тяжелый физический труд, очень вырос интерес именно к женщинам вот в этих профайлах, и тоже вот соцдем, характеристика, вырос интерес к более возрастной группе людей. То есть, если раньше это было, там, 25-40, да, то сейчас это 40+. То есть, раньше брали студентов, а теперь уже и пенсионеров рассматривают. Да, да, да. Ну, кстати говоря, вполне себе стабильная категория сотрудников. Да. И я знаю даже направление, виды деятельности, где они проявляют себя просто по максимуму. Хорошо, спасибо большое.